Всем привет, ребят, с вами снова я Саша, и в этом видео я подниму очень актуальную тему для школьников и не только. А то есть, как быстро сделать домашнее задание. Я снимала такое видео в прошлом году и позапрошлом, и эти видосы собрали огромное количество положительных отзывов от вас, вы сказали, что мои советы действительно помогли вам быстрее сделать уроки, и что теперь вы справляетесь с ними гораздо лучше и проще. На самом деле, мне правда приятно было получить массу позитивных комментариев, и я была рада, что я помогла кому-то и упростила чью-то жизнь, поэтому если вы хотите делать уроки гораздо быстрее, чем вы делали их до этого, то оставайтесь со мной, так как я уже закончила школу, я учусь в университете, и у меня есть очень много советов и лайфхаков, о которых ты наверняка не слышал. Так что, если тебе интересно, то обязательно оставайся со мной и продолжай смотреть это видео. Как я уже сказала, эти советы применимы не только к школьной домашке, а также применимы к университетской домашке. И могу вам сказать по секрету, в университете меньше домашнего задания, чем в школе. По отдельным предметам могут дать, конечно, прям суперобъемные задания, которые вы будете делать долго, но в целом нет такого, как в школе, чтобы каждый день вы приходили домой и делали по 4-5 уроков. А также, если ты любишь учебу и саморазвитие, то тебе в мой телеграм-канал, там я ежедневно выкладываю мотивационные посты, рассказывая о своей жизни, о подготовке к ЕГЭ и о многом всем интересном. Так что обязательно переходи и подписывайся, уверена, что тебе понравится. Также, конечно же, это видео поможет вам начать лучше учиться и повысить свою успеваемость, а возможно, кто-то после просмотра очень вдохновится и даже станет учиться на отлично. Все зависит от вас. Кстати, отдельное видео о том, как стать отличником, тоже есть на моем канале. Если вам интересно, то можете перейти по ссылке в описании и посмотреть. Также, ребята, если у вас есть какие-то дельные советы для быстрого выполнения домашнего задания, вы можете поделиться ими в комментариях. Это будет полезно как мне, так и другим ребятам, которые тоже будут листать комменты. Первое, что нужно сделать, это рассчитать время выполнения уроков. Как только прошли с учебы, взяли и выложили все тетради и учебники и подумали, что вам нужно сделать именно сегодня. Примерно так же можно прикинуть, сколько времени понадобится на каждый предмет. Так вы рационально сможете распределить свое время, чтобы не засиживаться на определенном предмете. А такое бывает. Поэтому мы берем и выписываем в список все предметы, которые нужно сделать сегодня, все текущие дела, и также туда выписываем, какие номера конкретно, задания и тому подобное. Ну и, соответственно, против каждого задания оставим время, которое мы на него отводим. Так как иногда у нас бывает такое, то, что мы садимся делать один предмет и тратим на него гораздо больше времени, чем мы планировали, или мы на что-то отвлекаемся, понимаем, что вроде бы время есть, поэтому можно и подольше это поделать. Но если вы правильно распределите свое время, вы поймете, что у вас останется время на какие-то свои увлечения, и тем самым уроки вы сделаете эффективнее и быстрее. Раньше я могла засиживаться уроками прямо допоздна, и могла их делать до часа и до двух ночи, но когда я поняла, что я правда делаю что-то не так, я начала задумываться и выработала как раз-таки эту технику. Я помню, когда нам задавали какое-то сложное задание, одноклассники жаловались на то, что они не выспались и делали задание всю ночь. Но это задание реально можно было сделать гораздо быстрее, если его не растягивать и если правильно распределить свое время. Еще я хотела рассказать вам о домашней школе интернет-урок. Это крупнейшая российская онлайн-школа, в которой на данный момент учатся 18 тысяч учеников. Учебный процесс в ней полностью выстроен. В вашем распоряжении будут видео, тренажеры, тесты, с помощью которых вы сможете закрепить свои знания и получить новые. Тем самым у вас останется больше свободного времени, которое вы сможете потратить на свои увлечения. Например, спорт, программирование, блогинг. И это только часть того, чем занимаются ученики домашней школы интернет-урок. Школа интернет-урок работает уже 7 лет, и обучение в ней отработано. Для многих школьная нагрузка является очень сложной, требования по предметам высокие, а учеников в классе много. Не всем уделяется однаковое внимание, чаще учителю приходится тратить время на неуспевающих и дисциплину. И чтобы лучше понять сложную тему, удобно будет воспользоваться сайтом в школе на тарифе экспресс. Это гораздо доступнее, чем репетитор, как по затратам, так и по времени. Также можно посмотреть урок и потренироваться совершенно в любое время. В РФ любой родитель может перевести ученика на семейную форму обучения, и для этого не нужно никаких справок. Не имеет значения, какого у вас гражданства и где вы живете. По окончании школы удается аттестат государственного образца, приезжать нужно на УГ в 9 классе и на ЕГ в 11. Есть своя школа для зачисления и школы-партнеры по всей России. Очень классно, что вы не привязаны к месту и можете получать школьные знания из любого города. При регистрации в школе интернет-рог каждому пользователю дается бесплатный доступ, соответственно, перед покупкой можно протестировать функционал платформы. Кому интересно, то переходите по ссылке в описании. Также бы хотелось отметить интерфейс сайта, он максимально удобный и понятный. Здесь мы выбираем класс и интересующий нас предмет. Хочется отметить, что здесь есть возможность смотреть уроки как в учебнике. Также, как вы видите, здесь огромный перечень тем, и мы в течение любого времени можем к ним возвращаться. Я выбрала именно эту тему, здесь есть видеоурок, текстовый урок, тесты и вопросы. И мне также очень понравилось то, что здесь есть конспект к уроку. Это правда классно, и кто-то воспринимает информацию лучше именно зрительно. Сами видеоуроки очень интересные и понятные. Также по окончанию урока вы можете пройти тест, чтобы понять, что вы усвоили, а что нет. Поставить таймер. Это поможет вам грамотно распределить время. Тем самым вы будете понимать, сколько времени вы еще можете уделить определенному делу. Он поможет сосредоточиться, и вы не будете отвлекаться на лишние уведомления и соцсети. Есть даже специальные приложения, которые не позволяют выходить с этого таймера во время учебы, и тем самым вы не будете залипать лишний раз в телефоне. Соблюдайте режим дня и делайте перерывы во время выполнения домашнего задания. Бывало ли такое, что вы приходите, начинаете делать домашку, а ваши глаза просто закрываются, и вы из последних сил пытаетесь что-то решить, а может и вовсе у вас ничего не выходит, и вы просто тратите время зря или решаете поспать. И, честно скажу, спать на столе, на учебниках, это не лучшая идея, не особо удобная, честно говоря, хотя я так тоже пробовала, когда очень уставала. Так что нет, это не вариант, мы не делаем так, мы делаем по-другому. Сейчас расскажу как. Очень важно уметь самоорганизовывать себя, необходимо самостоятельно соблюдать правильный распорядок дня. Ложитесь пораньше, старайтесь заканчивать сроками не так поздно и тоже вставайте раньше. Таким образом вы нормализуете свой график и будете чувствовать себя гораздо лучше. Также вы заметите, насколько проще идут дела. И не забываем про перерывы, они помогают предотвращать выгорание, а также просто важно охладить мозг. Следующий мой совет касается конспектов. Дополняйте свои конспекты, используйте маркеры, текстовыделители, можно также рисовать схемы, таблицы, это сделает вашу учебу гораздо интереснее, и таким образом вы легче будете запоминать какую-то информацию. Если честно, такие конспекты мне всегда приходятся по душе, сразу появляется желание их писать и потом, соответственно, быстрее учить, так как мне не терпится все красиво оформить. Возможно, вам тоже это понравится и моими конспектами вы вдохновитесь. Хочу вам показать парочку примеров для вдохновления. Буду просто показывать, не буду особо рассказывать о этих конспектах и зачем они, так как это не важно. Особенно главное то, что конспекты должны вам все равно приносить какое-то удовольствие. Если вы будете это делать механически, то вы не будете, во-первых, запоминать какую-то информацию, а во-вторых, вам потом будет с ней сложно работать. Так что все важные аспекты я всегда помечаю текстовыделителями. Также, конечно же, все заголовки, правила я стараюсь писать поярче, чтобы потом, когда я буду перелистывать конспекты, я буду обращать внимание именно на эти детали. И это, правда, очень важное и помогает мне меньше тратить времени на выполнение домашнего задания или даже на подготовку контрольную. Я не претендую на то, что мои конспекты самые красивые, но они реально удобные, и я, когда к ним обращаюсь, всегда могу найти нужную информацию за короткие сроки. Это, например, у меня сестряется по программированию, даже здесь я стараюсь что-то красиво делать. Наверное, казалось бы, что можно красиво оформить в математике, а на самом деле, правда, можно. И это мне много раз спасало и упрощало жизнь, так как математика, может быть, порой сложная. Какие-то формулы мы можем просто записать, и в потоке этого текста не заметить при подготовке к то же самое контрольной или при выполнении домашнего задания. Из-за этого придется очень много тупить и тратить больше времени на выполнение. Когда вот так вот все формулы выделены, это, правда, упрощает время поиска какой-либо информации в конспектах. Заранее прорешивайте сложные темы. Наверняка у вас есть такие предметы, которые вызывают у вас вопросы, и вы не понимаете что-то с первого раза. Поэтому лучше такое прорешивать заранее. Просто сядьте, возьмите учебник и посмотрите, какие темы вам кажутся наиболее трудными. И потом, например, при той же самой подготовке к контрольной вы будете меньше тратить время на разбор этих заданий, а сможете потратить это время на что-либо другое. Проветривайте свою комнату. Так как вы в ней сидите довольно-таки долгое время, и важно, чтобы к вам поступал свежий кислород, то обязательно нужно не забывать про проветривание. У меня, например, окно открыто всегда в комнате. У меня всегда есть свежий воздух, но зимой, например, некоторые, я знаю, закрывают. Так что не забывайте это делать. В это время можете пройтись по комнате, например, налить себе чаек или сделать что-то такое. Следующий совет. Начинайте с легкого задания. Согласитесь, лучше возиться со сложным, долгим заданием, зная, что половина домашки у вас уже сделана, а не наоборот. Так что если вы начнете со сложного задания, то, скорее всего, вы долго на нем застрянете, и тем самым вы даже можете забыть про остальное домашнее задание, и вам придется его делать в торопях, или же тогда, когда уже будет реально поздно. Я знаю, что есть много мнений на этот отчет. Кто-то считает, что лучше делать сложное задание сначала, а потом легкое, чтобы как бы уже отвозиться с этим сложным и проступить к легкому. Но я считаю как раз-таки наоборот, и почему я сказала только что сейчас. Я, конечно, за свою школьную практику пробовала и так, и сяк, но если прям задание реально дико сложное, и я знаю, что я потрачу у него много своего времени, а возможно, даже и больше, чем я планировала, я стараюсь выделять как раз-таки сначала время для легкого, чтобы его сделать и закончить, а потом приступаю к этому прям суперсложному заданию. Смотрите видеоуроки. Обращайтесь за помощью также к интернету, мне к ГДЗ. Почему не нужно пользоваться ГДЗ? Так как когда вы начинаете этим злоупотреблять, ваш мозг начинает отключаться, вы просто списываете буковки и даже не понимаете, что происходит. Ребят, пользоваться ГДЗ и вообще всесторонней помощью нужно тогда, когда вы понимаете, что это идет вам в пользу, а вы не бездумно что-то списываете. Сейчас в интернете есть масса полезной информации, поэтому можно смотреть видеоуроки, что-то конспектировать для себя, узнавать новые моменты и прояснять то, что вам было непонятно. Также я люблю делать всякие электронные конспекты, мне они в школе очень пригождались. Можно также начинать делать большие задания заранее, а то есть типа эссе, презентации, рефераты. О таких крупных задачах вам, как правило, говорят заранее, поэтому такие задания можно начинать делать как минимум за две недели до срока дедлайна. Можно, конечно, сделать и в последние дни, но согласитесь, лучше уже быть с готовым сделанным заданием, чем потом в последний момент что-то лепить из воздуха. Поэтому советую вам сделать так же, найти у себя время на неделе и начинать хотя бы потихоньку делать большое задание. И также очень классно включать фоновую музыку. Здесь я написала название сайтов, где есть очень эстетичные мелодии и звуки, поэтому советую вам ими воспользоваться. Ну вот и все, ребята. На этом, к сожалению, мое видео уже подходит к концу. Я действительно пыталась найти интересные и необычные советы, которых вы не слышали и не видели в других видосах. И эти советы, они правда реальные, их при желании можно исполнить. Я не старалась брать те советы, которые правда трудно выполнить и которые, наоборот, усложняют вашу жизнь. Так что, если тебе понравилось мое сегодняшнее видео, можешь поддержать меня и оставить комментарий, также поставить лайк этому видео, мне будет очень-очень приятно. И подписаться на мой канал, так как я снимаю очень много классного стадия контента и не только, так же влоги из моей жизни. Ну что ж, увидимся с вами в следующих видео и всем пока-пока!